Привет, друзья! Этот мир прекрасен, но что мы знаем о нём? Нам нравятся милые и безопасные создания. Всё, что нас пугает, мы ненавидим. Большинство из нас боится пауков и змей, разных ящериц и даже птиц. Но природа сделала вас всех равными, и единственная причина, почему мы не любим эти создания – наше непонимание и страх. Конечно, и все эти животные похожи на милых котиков и собак. Некоторые из них, действительно, достаточно симпатичные, но осторожно, многие из них могут легко убить человека. Предлагаем вашему вниманию 15 самых отвратительных животных нашей планеты, при виде которых вы скажете «фу», потом лучше посмотрите свой любимый мультик, чтобы ночь у вас не преследовали кошмары. Итак, первое. Кокосовый краб. Его еще называют пальмовым вором, и не без причин. Это самая крупная членица многое в мире. Его длина превышает 1 метр. Живут пальмовые воры в подземных норах и едят кокос. Их дом – тропические острова Тихого океана. Эти наземные крабы, действительно, уникальны. На втором месте медовые муравьи. Мексиканцы называют их «медовые бочки». Они могут накапливать жидкие углеводы в своем брюшке. То есть, они как животные холодильники. Этих муравьев можно встретить в пустынях Аризоны и Нью-Мексико. Кажется, их основная роль – накапливать жирок. Будь они людьми, они бы тоже любили пиццу и пиво. Третье место. Звездонос. Выглядит странно. Как будто крыса с волосатым носом. Прямо из ваших кошмаров. Звездонос обладает более чем 25 тысяч сенсорных рецепторов. Поэтому он легко ориентируется в своем подземном логове. Его нос может учуять абсолютно все. При этом выглядит он чертовски жутко. Красавчик. Не правда ли? Четвертое место. Рыба волк. Эта рыба водится в холодных водах Атлантики. Большинство людей называют ее дьявольской рыбой. Потому что никто не хочет встретиться с ней тет-а-тет. Эти монстры могут достичь 1 метра в длину и весить более 40 кг. Тропический климат и их природное место обитания. Иногда они могут быть достаточно агрессивны. Рыбаки становятся легкой мишенью денег. Голые земляков. Эти грызуны достигают длину 33 см и напоминают высых круг. Они живут колониями во главе с королевой. Прямо как Максим Галкин. Существует несколько подвидовых земляков. Некоторые из них обитают ниже уровня моря. Другие – высоко в горах. Большую часть жизни они проводят подземных норов. Потому что благодаря развитому осязанию они хорошо ориентируются под землей. 6 место Венесуэльская пудельная моль. Этих забавных существ ученые обнаружили только в 2009 году. Так что они еще мало изучат. По правде эта моль выглядит как страшненькая сестра бабочки. Белый пушок защищает их от чрезмерной потери тепла. 7 место Китайская гигантская саламандра. Это самая крупная саламандра в мире. Ее размеры достигают по 80 см длины. Это чудовище действительно уникальное. Оно не меняло свой облик уже миллионы лет. Можно сказать, живое на среде эры динозавров. В них нет век. Поэтому видят саламандры очень плохо. А их сигналы об опасности напоминают детский плач. Обитают эти животные в чистых горных ручах и озерах. Кроме всего, с ними связано много мифов и легенд. Наверное, поэтому на ними охотятся и используют как сырье в нетрадиционной медицине. Гурманы считают мясо саламандры настоящим деликатесом. 8 место Акула домовой. Этих существ можно встретить в водах Тихого и Атлантического океана. Вдоль Мексиканского залива акула домовой, как подводный вампир. Она ненавидит солнечный свет и чувствует себя комфортно только в укупах, в глубоководье. Она не любит, когда ее зря беспокоят. Прямо как я на выход. Во время атаки эта акула может высовывать свои челюсти наружу, как человек язык. Чем-то чуть похоже на чужого. 9 место Рыба Фугу. В принципе, эта рыбка довольно милая и безвредная, если бы не смертоносный яд внутри нее. Он способен мгновенно парализовать нервную систему человека. Японцы называют ее рыбой смерти. Тем не менее, это один из самых дорогих деликатесов в мире. Это потенциально опасное блюдо может стоить несколько сотен долларов. Так что сначала она возьмет ваши деньги, а потом убьет. Очень милая рыбка. Гигантский изопод 50 Эзи. Эти подводные монстры впечатляют любого. Любой фильм ужасов просто нуждается в таком герое. Но если без шуток, изоподы – самые крупные рачки в мире. Их размер досягает 36 см. Они появились на нашей планете 160 миллионов лет назад. Эти ребята могут жить повсюду в океане. И обходиться долгое время без еды. В то же время они питаются как живыми, так и мертвыми животными. Довольно практично. Но на вид страшненький неприятный. 11 место. Плащеносные акулы. Эти акулы водятся в водах вблизи Австралии, Западной Африки, Южной Азии и Чили. Их примитивное тело напоминает об архаичном их происхождении. Они появились на земле больше, чем 80 миллионов лет назад. Самая странная, самая большая часть их головы рос большими и большими зубами. Многие люди пугаются до смерти при одном их виде. И это не шутка. 12 место. Акула Циклоп. Впервые она была обнаружена вблизи берегов Калифорнии. Эта акула мутант очень редкая. Выглядит она очень симпатично и совсем не агрессивно. Так что она вполне может стать прототипом нового забавного героя. Для детских бульчиков. Здесь прям милое состояние. На этом прощаюсь. Подписывайтесь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok